Сочи принял вдвое больше гостей, чем планировалось. Тем не менее все службы фестиваля молодежи успешно справляются с работой. И даже готовы защитить участников от гриппа. В Сочи за один день закрыли сразу несколько автомойк. Причина проста – вопиющие нарушения экологического законодательства. 11 миллионов рублей выделено из бюджета Сочи на восстановление фитофантазии. Оценить процесс приехал глава курорта. Монастырские подворья, известные иконы и беседы со священнослужителями. В Сочи открылась выставка-ярмарка «Православие». В Краснодаре зарегистрирован первый промышленный парк. Индустриальную площадку открыла группа компаний «Магнит». Производственная территория находится недалеко от краевой столицы в поселке Дорожный. Сегодня туда приехал губернатор края. Вениамин Кондратьев посетил крупнейший в России завод по выращиванию грибов. Кроме этого, в новом промпарке будут печь хлеб, делать макаронные изделия, мороженое, а также выпускать средства гигиены и бытовую химию. Это вот у нас огурцы. Также мы производим салаты уже на нашем тепличном комплексе. И вот сейчас добавятся у нас грибы. Коллеги, просто такими же темпами мы должны максимально перекрыть сегодня весь импорт, который сегодня конкурент. И на самом деле выйти со своим фруктом, со своим овощем, со своей продукцией на прилавке, в первую очередь, магазина. И на самом деле все это будет на столах наших жителей. Это самое основное. Я еще раз подчеркну, это наш качественный продукт. Он выращен в Краснодарском крае. Мы знаем, как он выращен. И это, наверное, самое главное, что это залогом здоровья нашего населения. Конечно, в первую очередь, детей. Только завод по производству грибов занимает площадь в 50 гектаров. В год на нем можно будет получить 6,5 тысяч тонн грибов. Сергей Галицкий показал Вениамину Кондратьеву основные цеха и лаборатории, где проверяют качество продукции. Глава региона считает, что Краснодарский промышленный парк может стать одним из ведущих не только на Кубани, но и в России. Сочи принял больше гостей, чем планировалось. Ранее отмечалось, что количество участников Всемирного фестиваля молодежи в общей сложности достигнет 25 тысяч человек, а по факту получилось в два раза больше. Соответственно, все городские службы приведены в режим усиленной работы. О том, как справляется город с задачами и как отзываются гости о курорте в материале Татьяны Говорковой. Сегодня третий день работы фестиваля и участники продолжают прибывать на курорт. По словам организаторов, в Сочи планирует прибыть более 50 тысяч человек. А это значит, что город бьет рекорды по количеству делегатов. Ранее считалось, что самый массовый молодежный форум прошел в Москве в 1957 году. Тогда количество участников составило 34 тысячи человек. Сначала планировалось, что в Сочи приедет порядка 25 тысяч участников. И так как количество гостей в разы увеличилось, в особом режиме ведет работу городской штаб. Его задачи – круглосуточный мониторинг за санитарным состоянием, службами коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, а также контроль за размещением гостей и работой волонтеров. Помогаем федеральному штабу, решаем те задачи, которые поступают ежеминутно. Все это берется на учет, отрабатывается. Каких-то серьезных сбоев, инцидентов пока нет. И мы очень надеемся, что в таком же режиме мы закончим это мероприятие. Сейчас территория Олимпийского парка, по словам руководителей городского штаба, практически в идеальном состоянии. Это отмечают и гости курорта. Мы любим Сочи! Я впервые приехал в Россию и впервые посетил Сочи. Во-первых, мне очень нравится организация фестиваля. Это здорово, что здесь собралось так много ребят из разных уголков планеты. Мы уже начали знакомиться. Что касается самого города, он прекрасен, чистый, цветущий. Правда, тут прохладнее, чем в моей стране. Это как зима для меня. А вот чтобы участники фестиваля не простыли и не заболели сезонным гриппом, на территории Олимпийского парка организована мобильная лаборатория. В ней все желающие могут бесплатно пройти вакцинацию, чтобы приобрести так называемый популяционный иммунитет. Популяционный иммунитет можно выработать только благодаря вакцинации. Никакого другого пути абсолютно не существует. Поэтому мы только за то, чтобы вакцинация против гриппа охватила как можно больше нашего населения. Потому что тогда во всех возрастных группах у нас будет гарантирована очень низкая заболеваемость. Как самим гриппом, слава богу, в нашем городе еще ни одного случая не зарегистрировано. Так и острыми респираторными заболеваниями. Несмотря на плотный график формы, его участники выходят за пределы медиа-центра, гуляют и развлекаются на разных площадках активности. Картинг, футбольная и баскетбольная площадки – это лишь часть из возможных мест для досуга. И в плане медобеспечения участники фестиваля могут быть спокойны. На территории Олимпийского парка ежесуточно работают 36 бригад скорой помощи. Кстати, еще одна возможность участников – бесплатно проверить себя на ВИЧ-инфекцию. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сотни встреч, столько же дискуссий и мастер-классов. Но даже такое официальное название мероприятий Всемирного фестиваля молодежи не помешало стать событием по-студенчески легкими и незабываемыми. Воздух главного медиа-центра Олимпийского парка буквально пропитан духом студенчества и новых идей. Даже места, где проходят дискуссии и встречи, в большинстве продумывали именно студенты. Зеленая зона – работа будущих архитекторов. Помимо цветов и форм придумали специальные панели. Любой человек, который войдет сюда, он посмотрит на нашу выставку и сразу сформирует какое-то представление о нашей стране. И даже оно будет общее и будет представление в частности о каждом регионе. Именно в этой зоне обсуждают архитектурное будущее мира. Особое внимание хозяину фестиваля – Сочи. Участники предложили свои варианты развития бассейнов, рек-курорта. Например, Мацеста может измениться с легкой руки смоленского архитектора. Это долина реки Мацесты. Мацеста в переводе – это «Живая вода». И вот тема конференции, которая у нас сегодня будет, «Живая вода», «Дискуссии», «Живая вода», «Живая города». Для меня «Живая вода» – это вот именно то, что делает Сочи палеонологическим курортом. Возможность представить свое видение перерождения курорта участники смогли в рамках конкурса «Сочи-2035». Молодые специалисты свежим взглядом посмотрели на те проблемы, решения которых уже не терпит отлагательств. Произойдут решающие дискуссии, обсуждения и подготовка к новому генеральному плану. И параллельно с этим молодые архитекторы предлагают свое видение, которое может войти с основной частью в этот генеральный план. Оценивать работы молодых архитекторов будет опытная жюри. Кстати, тоже когда-то оставившая след в Сочи. О подрастающей смене отзываются с уважением. На фестивале молодежи только самые перспективные будущие архитекторы. «Начинали мы с гостиницы Лазурной вашей. Собственно, своими руками я эти фасады рисовал. А последняя наша работа странным образом замкнулась в Сочи. Это «Южный-2». Вот мы сделали для вашего замечательного города». Кроме дискуссии на тему архитектуры, участники фестиваля говорят о политике, искусстве, спорте и других направлениях. Пока одни танцуют и поют, другие между делом сражаются в пинг-понг. Шахматы для любителей более спокойной паузы. Хочется увидеть технические достижения? Тогда дорога на выставку роботов. Конечно, быстрее и проще освоиться помогают волонтеры. Именно эти ребята, по мнению самих студентов, сделали их фестиваль дружным и понятным. «Мои впечатления о Сочи – это очень продвинутый город, продвинутый сервис, инфраструктура. Больше всего впечатлен встречей». «Спасибо, Россия. Мы очень впечатлены вашим гостеприимством. Спасибо». Только второй день фестиваля, а его участники уже переполнены эмоциями и впечатлениями. Чего ждать дальше, даже не загадывают, но знают точно – удивляться и влюбляться еще придется не один раз. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Фильмы молодых сочинцев и гостей курорта могут бесплатно посетить кинотеатры города. В кинозалах «Юбилейный» и «Родина» стартовали показы фильмов в стран-участниц Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На кинофоруме представлены самые яркие ленты молодых режиссеров, отмеченные международными конкурсами. Фильмы были отобраны именитыми российскими и зарубежными кинокритиками и киноведами. Главным критерием является возраст режиссеров не старше 35 лет. Первые сеансы посетили более 200 жителей-гостей курорта. Кинопоказы пройдут по 20 октября. Вход свободный. Объекты бизнеса, работающие вне закона, в Сочи закрываются ежедневно. Вот и сегодня городская комиссия приостановила деятельность сразу трех автомоек, нарушающих сразу несколько федеральных законов. В числе прочих недочетов, отсутствие договора с водоканалом. Как следствие, отключение от водоснабжения. Все подробности у Инги Габешия. Автомойка на улице Яна Фабрициуса. Вернее, целый автокомплекс «Хаус». Объект предлагает автомобилистам комплекс услуг. В том числе гарантирует профессиональную полировку и не просто мойку, а химчистку машины. А вот насколько профессионально и чистоплотно предприниматели ведут свой бизнес, проверили специалисты городских управлений «Цаха» и «Водоканала» во главе с первым вице-мэром Мугдином Чермитом. Ситуация здесь оказалась из ряда вон выходящей. Автомобили с мойки выезжают чистыми, а вот ливневки остаются забитыми опасными отходами. И определили данный факт специалисты невооруженным глазом. Выгребная яма оборудована в одном из боксов автомойки. Ее содержимое прямиком попадает в канализационный коллектор. Во-первых, надо отключить воду, потому что у них системы очистки воды нет. Не выполняются требования 7-го федерального закона об охране окружающей среды. Не выполняются требования 74-го федерального закона о воде и водных ресурсах. Не выполняются требования Санпина по системе рекультивации воды. Нет у них очистных как таковых. Этот пункт бизнеса работать не может. Потому что они сливают нам в ливневку и в канализацию неочищенные стоки. Спрос с автомойок особый. Ведь здесь используются специальные химические средства. Все автомойки должны быть оборудованы системой очистки воды, которую можно использовать повторно. Но таким образом организуют свой бизнес единицы. Вот и здесь замаскировали след преступления. Ту самую выгребную яму мусором, который, судя по всему, копится неделями. Договоры на вывоз отходов и на водоснабжение у предприятия формально имеются, но со сторонними, а не муниципальными организациями. Доказательством же того, что сброс хозяйственно-фекальных вод на данном объекте происходит, стал и этот ручей на самом въезде на автомойку. Каждая автомойка – это источник проблем. Источник проблем в экологии для города. Поэтому другого подхода не будет. По поручению главы города мы проверили все 188 таких объектов бизнеса. Это шиномонтажки, это автомойки. Поэтому если кто-то будет работать вне рамок закона, вне рамок градостроительного кодекса, вне рамок СанПИНА, то его ждет такая же участь. Они работать не будут. Разбирательства с автомойкой на Яна Фабрициуса на этом не завершены. Ко всему прочему, выяснилось, что объект базируется на территории Сочинского нацпарка. Вне закона работает и вот эта автомойка на Донской. Из имеющихся на месте документов – лишь паспорт на класс отходов. Выясняется, участок в аренде. Собственник земли от решения проблем устранился, считая, что его задача – только лишь платить налоги. Я арендодатель. Ко мне вопросы только земельный компетент, основание документов. А я за них не могу отвечать, а не субарендаторы. Но отвечать за себя не стали и сами представители автомойки. Скажите, пожалуйста. Занятые. По какому мне основания? Занятые, не видите. Нужные документы городской комиссии так и не предоставили. В любом случае, отметили специалисты водоканала, договор с данным объектом они не заключали. Да и картина знакомая. Отработанная вода здесь также стекает в канализационные люки. Вердикт – отключить объект бизнеса от воды. Если нет договора, они не имеют права пользоваться ресурсами. Контролируем эти отключения, чтобы люди самовольно не подключались. Как пример, это улица Пирогова. На сегодняшний день предъявлен собственнику штраф в размере 4 миллионов рублей. Если эти штрафы не будут оплачены, мы передадим в суд. Дальше это судебные приставы, арест имущества и так далее, блокировка счетов. В любом случае, уплата этого штрафа, если добровольно, добьемся через суд. Руководство города в очередной раз обращается к предпринимателям и подчеркивает, что прихода комиссии дожидаться не стоит. Задача бизнесменов – вовремя обратиться в ресурсоснабжающие организации и заключить договоры. К слову, в рамках таких рейдов проверяют и наличие трудовых договоров с работниками. 11 миллионов рублей выделены из бюджета Сочи на восстановление фитофантазии. Я напомню, это небольшой ботанический сад, находится он возле Зимнего театра. Это творческая мастерская знаменитого сочинского ландшафтного дизайнера Сергея Венчугова. В 70-х он создал на курорте неповторимый узнаваемый стиль озеленения. Сегодня в городе уголков Венчугова осталось не так много, и местные власти стараются их всячески поддерживать. То, как идет процесс восстановления фитофантазии, сегодня приехал оценить глава Сочи Анатолий Пахомов. Все подробности в нашем следующем сюжете. В 70-е фитофантазию, созданную известным художником-озеленителем Сергеем Венчуговым, называли площадкой для творческих экспериментов. Здесь пробовали абсолютно новые в ландшафтном дизайне техники и материалы, которые позже применяли в оформлении курорта. Например, здесь выложили стену из ракушечника, привезенного из Крыма. А потом этот пористый камень стали активно использовать в украшении города. Так создавался уникальный сочинский стиль озеленения, рассказывает ландшафтный дизайнер Владимир Петухов. Он лично работал с Венчуговым. В бригадах художественного озеленения, так называли мы, они собирались за этим столом и обсуждали насущные проблемы. За этим столом приезжали специалисты из других городов. А к нам очень приезжали из Сверевана, приезжали с Украины, с Белоруссии, с Прибалтийских республик опытом делились. За этой дверью находится мастерская, можно назвать ее и лабораторий, Сергея Ильича Венчугова. Одно из таких заседаний стало фрагментом документального фильма 82-го года «У самого синего моря». Бригада озеленителей сидит за тем самым столом из бревен фитофантазии. А вот сам Венчугов работает над своими уникальными зелеными уголками, активно используя не только разные растения, но и коряги, керамику. Сегодня в Сочи сохранилась лишь малая часть из работ Венчугова. Фитофантазия была практически заброшена. А 1 сентября по поручению главы города Анатолия Пахомова здесь начались работы по восстановлению. Из бюджета Сочи на эти цели выделили 11 миллионов рублей. Нашли фотографии, восстановили эти фотографии. И потом мы начали делать сверху дорожки, растения, посадки, сохранять то, что было раньше, используя керамику, коряги, цветы, растения. То есть восстанавливать сквер в том виде, который он был, допустим, 30-35 лет назад. Как идет процесс восстановления, сегодня оценил глава Сочи Анатолий Пахомов. Ему рассказали, что на площадке в 6 соток уже проведены основные работы по расчистке. Удалось сохранить основные растения, керамические фигурки и коряги. Вот это, например, портрет Венчугова – подарок от коллег. Это, прежде всего, история, это поддержка и память о замечательном дендрологе Венчугове, который город наш делал красивым. И сегодня то, что было заброшено, то, что не было освоено – вот это все продолжение дела Венчугова. Все уголки, которые мы делаем в городе, они становятся украшением города. И буквально через два дня, три дня мы откроем сквер либо фестивальный, либо дружбы народа. Он все равно будет посвящен именно нашему 19-му фестивалю молодежи и студентов. А вот сегодняшний сквер – это, по сути, дело история. Фитофантазию планируют открыть ко дню города. Кстати, помимо этого уголка будет благоустроена и территория с фонтаном возле Зимнего театра. Такой вот зеленый подарок горожанам – главному празднику Сочи. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сочинцев и гостей курорта приглашают на торжественное открытие сквера «Фестивальный». Оно состоится в эту пятницу в 17 часов. 20 октября на пересечении курортного проспекта и улицы Фабрициуса рядом с парком Дендрари состоится торжественное открытие нового сквера, построенного в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Почетные гости вместе с делегатами фестиваля из разных стран оставят зеленый автограф, высадят восьмилетний эвкалипт, который станет символом межнациональной дружбы. Это дерево быстро растущее, неприхотливое и выдерживает морозы до 12 градусов. В праздничной программе запланированы выступления городских национальных коллективов, исполнение гимна фестиваля молодежи и студентов и фейерверк из воздушных шаров. Сегодня в гранд-отеле «Жемчужина» открылась выставка-ярмарка «Православие». Она проводится уже в 17-й раз по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. По традиции организатор православной выставки – компания «Соут Сочинские выставки». Еще до торжественного открытия выставки посетителей было много. Сочинцы приходят сюда, чтобы заказать молебны, приобрести иконы, православные сувениры, литературу, прикоснуться к привезенным святыням. Одной из таких икон является чудотворная икона Божией Матери Канамиса из Республики Беларусь. Обычно около нее молятся об избавлении от бедности и разорения. Все мы как-то ищем определенной, современным языком говоря, экономической стабильности, какой-то определенной защищенности. Так вот, с Божьей помощью и молясь предэкономиста, многие люди получили просимое, получили милость Божию. Отсюда множество навесок, благодарений. То есть люди молятся, получают просимое и благодарят причистую за те чудеса, которые она являет в нашей жизни. Работа в выставке традиционно начинается с молебна и официальной церемонии, в которой принимают участие благочинные церкви Сочинского округа протеерей Андрей Дубровский. Впервые на выставку доставят частицы мощей святителя Иоанна Златоуста. А участниками стало более ста монастырей и храмов России, Белоруссии, Украины, Молдавии и Черногории. Их православные товары, одежды и подарки к праздникам всегда привлекают внимание посетителей. А многие приходят, чтобы просто пообщаться со священнослужителями. Всегда выставка православия – это не только торговые ряды, а прежде всего это, конечно же, духовная и деловая программа. Ежедневно будет на выставке и молебны, и православные лектории, где православные священники будут поднимать самые интересные и самые душещипательные темы, как для детей будут встречаться с школьниками, так и для взрослых. «Задай вопрос священнику» – это отдельная программа, которая всегда реализуется на православной выставке. Можно помолиться вместе с настоятелем храма Иоанна Богослова села Карамышева, отцом Николаем, за бездетных, об обретении радости материнства. В гранд-отеле «Жемчужина» православная выставка будет работать до 22 октября, часы работы с 10 до 18. Елена Овсецна, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». Постоянным участником выставки является компания «Ароматы тайги». На ее стенде можно найти и все, что готово подарить щедрая природа тайги и реки. Грибы, ягоды, орехи и многое другое – все это доставлено из самого сердца природы. Вот у нас грибы соленые, 12 позиций, все соленые бочкой. Вот сухие грибы, посмотрите, 3-4 позиции, лисички, подосиновики. Вот это орехи, кедр, таежные, просто шикарно. Грибчага, шиповни, у нас все есть. Невероятно вкусные, ароматные, уникальные и даже редкие продукты для нашего стола. От такого изобилия, представленного на стенде компании «Ароматы тайги», разбегаются глаза. Помощь покупателям – дегустации на месте, чтобы здесь же оценить по достоинству вкусовые характеристики продукции. Кто знаком с ассортиментом таежных богатств, со знанием дело совершают покупки. Очень вкусные, очень полезные. С картошкой поджариваются. Больше 10 лет компания «Ароматы тайги» радует своих покупателей разнообразием таежных богатств. Помимо грибов, причем представлены как сушеные, так и соленые и консервированные, здесь порядка 20 позиций ягод. Это брусника, клюква, черника, морожка. Так называемая «живая ягода» в собственном соку – особая гордость компании. Множество травяных сборов. Есть даже шелуха кедровых орехов, использовать которые можно, к примеру, как наполнение для подушек, снимая головную боль и поясничную. Вся грибная продукция из Сибири, таежные, Томска. Грибной край у нас там. И они, грибы же, тоже очень полезно. Очень много белков, лучше, чем мясо даже. Грибная продукция, она очень тяжелая, конечно, работа, но зато она очень вкусная продукция. Мы сюда уже 10 лет приезжаем. У нас все покупатели знают нашу продукцию. И всегда покупают, приходят. И они ждут меня. У компании свое производство. Есть и заготовители в регионах России. Представительства ароматов тайги работают в 15 городах страны. До 22 октября продукцию компании можно оценить и приобрести на выставке. Стенд номер 46. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и в завершение информации от наших партнеров. Стоматологическая клиника «Валиденталь» проводит акцию от производителя «Брекет-систем». Исправление прикуса у детей и взрослых школьникам. Скидка 30%. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте. Вкт.ком. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в эфире. До встречи в эфире. До встречи в эфире.